всем привет вы на канале наше жизнь в америке new life is my life я буду головой говорящий из ниоткуда потому что у нас новый формат записи еще не отработаны не так сказать не отшлифованы пишем на телефон как я себя иногда писал но дело в том что телефон маленький и мы в него вдвоем не влазим можно записать можем писать либо только меня либо маришку вдвоем пока это мы не готовы делать как-то видите не влазим поэтому так как марина сегодня главный персонаж влога она будет вещать открываем новый сезон студенческий давай открыли уже второй день как открыли не третий третий день вообще я буду учиться 4 дня в неделю постоянно я буду учиться вечером поэтому влоги мы записывать не будь ну в общем влоге мы будем записывать не так часто не каждый день потому что самая главная причина то что их практически никто не смотрит поэтому мы будем их записывать для постоянных наших зрителей ну или в общем как сказать для себя в первую очередь или для зрителей в первую очередь в одну очередь для себя и для зрителей вот и да как говорят дети просто самим действительно иногда интересно вспомнить с вами иногда интересно хочется поделиться вот в этот влог будут ставлены пару моментов чем марина занималась чтобы вы поняли насколько тяжело учиться в американском колледже это очень серьезная тема и посмотрев эти две вставки вы поймете но в общем много слов мало дела давай ничего страшно не смотри смотри как провинившийся учитель ученик в пол очки дать 20 очки свою надо у меня свои есть так один достань свои очки в общем я взял пять классов этот семестр у меня будет история которая не нужна для трансфера в университет и у меня также по моей главной по моему главному образованию я взяла три четыре разных класса по человек один класс это основы вот в работу с детьми со специальными потребностями второй это музыка для маленьких маленьких детей ну музыка не в плане что играть на чем-то основы как бы музыки мы учим разные детские песни учим как музыкой можно детей отвлечь как увлечь и всякое такое и сейчас вот я бурана паре по я не знаю как это сказать о чем она в общем это наука для детей дошкольного возраста мы изучать будем все и инженеринг и и физические процессы и химические и математику и науку в плане вот то что в природе она горит у нас будет очень много работ которые будут проходить на улице потому что если нам нужно там ну имеет жучка горит то мы естественно быть не принесем его сюда не будем вырывать горит его из природы мы пойдем его найдем и там за ним понаблюдаем распишем как мы будем с детьми его наблюдать вот сегодня а и что еще у меня еще на одной паре я не была потому что у нас понедельник был выходной и я автоматом на нее не попала вот там будут основы ну я не знаю как это тоже скажу основы организации в принципе своей работы как учителя как вести документацию более правильно уже будет все рассказано как как ну в общем здесь каждый учитель сам отвечает за то как будет устроен его устроена его комната его рум ну естественно там пожарный выход это все не учитель и решает и вот у меня будут учить моды создать мой класс мой класс в общем это мы увидели когда наши дети пошли буквально в первый класс а во второй класс ну в следующий очередной когда пошли мы убедились в том что каждый учитель не привязан к какой-то программе то есть у него своя какая-то программа и в причем для двух вторых классов эти программы могут не совпадать то есть каждый учитель видит свой 2 1 там 10 класс но 10 мы не знаем но по крайней мере до пятого класса мы какие-то вещи замечали что каждый учитель видит свою программу а вот уже сейчас антоша учится в шестом классе в middle school у него уже там уже несколько учителей правда и до 5 у него было и некоторых несколько но там уже совсем тренировать там там друг другая тема поэтому у меня же вообще специализация будет я все-таки с детьми хочу до школьного возраста работать поэтому ну и больше я все-таки сейчас уже попробовал посмотрев и побыв в майкрофт-центре я все-таки хочу работать с детьми со специальными потребностями поэтому не знаю пока в общем пока мы не определимся на всякий случай взяли историю для трансфера там как пойдет да да знаешь серёжа я те уже много раз рассказывал что профессора сами этого не стесняются и говорят о том что пока я пришла в эту профессию я сменила 5-6 раз свою цель поэтому здесь ничего такого нет но у меня пока цель бедна в общем этот у нас семестр продать пройдет по ходу под эгидой прошлый был я учу географию в этот раз я выучу историю по ходу все с историком у нас не совпадают как это сказать звуковые волны когда он говорит а я его не поливали да вот молодой импозантный мужчина туда-сюда ну во первых он абсолютно не старается громко разговаривать все как-то стараются и он не эмоциональный вот если все как-то там шоу какое-то создают то его шоу состоит в том что он даже не представлялся в начале пары он просто сказал и так 6 часов слайды и вот таким голосом что-то потом он наверное часов часам к пол восьмого вечера сказал чтобы я вам представлюсь в конце пары типа если время будет хорошо убираться говоря голосом уральских пельменей или их этими юморесками он не учился в бубнах раме до сто процентов и говорит он монотонно и вот ну не знаю мне показалось может быть какой-то дефект произношения но это не точно это возможно дефект сухо у меня потому что я вообще ну как первые полчаса я уже сидела и думала боже мой как может бросить класс может идти сразу консультант и говорит что ну я что он не делать с этим классом но потом уже я начала как-то ну понимать его лучше и потом мне стало очень интересно и в общем просто рядом со мной девушка сидела на такой катуши ты будешь сохранять класс в общем иногда на первой паре собираются очень много людей потому что все решают будут они ходить на эту на эти лекции или нет она ты будешь сохранять класс я буду пробовать говорю мне в принципе нравится креме единственное что я не английский понимаю она такая у меня английский тоже второй язык но я не знаю пока ну пока когда прощались мне сказали увидимся типа следующий на следующий по следующей серии да по специальным потребностям учитель просто потрясающий вообще когда я увидел что мужчина будет вести этот класс я не знаю почему и так напряглась мужчина начала до вырублен как-то это все подозрительно обычно все классы ведут тетеньки как-то я так думаю блин будет очень наверно строгий но как-то почему-то я была ну не очень как бы от того что мужчина будет вести ну тут я когда пришла такой дяденька миленький такой хороший ну и вообще он очень интересно рассказывает мы узнали о нем всю как он был 15 лет женат и это было как горки потом он горит я устал от этих горок от этих на кого страстей и я горит захотел в диснейленде сейчас он живет в диснейленде уже последние там 27 лет со второй женой это вокруг меня ходят принцессы все сейчас его улыбаются ну он просто потрясающе мне он очень понравился и сейчас вот я была на классе я познакомилась с третьим пока своим профессором с четвертым профессора всего их будет пять разных она мне тоже очень понравилась она веселая она интересная и у нее ну вот она допустим говорит у всех типа обязаловка так как вы child development за я и по ее классу должна полтора часа отработать на том же дня детей которые будут в колледже поэтому я вообще туда на 3 часа ухожу вот она говорит ну я понимаю говорит что не все могут прийти не каждый год вообще способен стать вот может это у вас вообще первый раз в child development и начать типа с детьми работать поэтому я предлагаю вы можете взять своих детей и чужих детей и свозить их в калифорния science центр она говорит я вам дам распечатку что вы должны там посмотреть вы должны мне написать об этом как вы съездили и посмотрели и она гадаю вам совету многим родителям эту бумагу заполняют дети потому что для них это типа весело побегать посмотреть где там что распорожки она как но если вы туда не хотите ехать то я вам могу гайдать по рекам тигрит в какие места вы они горят открытых но вы рукам типа для маленьких детей вы можете туда сходить и посмотреть у нее очень много вариантов как ты можешь учиться комфортно для себя пара наша четыре часа состоять из чего мы приходим она говорит это время тишины каждый берет показала где свою бумагу берет книгу и 20 минут в 20 минут нужно уложиться почитать книгу и написать свои мысли о том что ты прочитал потом наступает время так как шучу все чему-то мы разбиты на стол и и вот сегодня у нашего старого был вопрос дня как типа происходит звук она ведь не все равно где вы возьмете ответ на этот вопрос будет вы можете в интернете поискать вы можете быть позвонить у папы спросить у мамы у брата горит не все равно горит мне нужен ответ как происходит звук после того как мы коллективно посмотрели и узнали как происходит звук откуда он берется он он мы можем открыть то что у нас на столе в посередине стола стоит очень много всяких вещей и значит там ложка привязанная за веревочку она нам рекомендовал ложку эту типа ну накрутить на пальцы веревочку вставить в уши пальцы и ложки которая висит удариться в стол звук реально как наушников получается вот потом серёжа сейчас ставит этот фонтанчик который мы запускали бесконечно фонтанчик у нас у нас про музыкальная шкатурка короче мы могли стучать ложкой по столу и вот остальные три спорные часа я стучал ложкой поставлю запускала фонтанчик посмотрел у кого-то было как работает там один закон у кого-то про как работают электронные цепи несколько столов и потом каждый стол когда происходит там время определенно она говорит но теперь говорит вы должны зачитать неважно можно прям с телефона зачитывать как происходит звук зачитал и показать все что мы успели переделать всему красу и также все остальные столы фонтанчик я не вставлю это выйдет очень маленький влог маришкина запись потому что он у танчик ставь серёжа зайка влодина а вставка вставка я думал без монтажа я маленький монтаж делаю братан христики мне пищи Ну, очень, естественно, мне очень-очень понравился этот класс, мне очень понравился профессор, а пятого своего профессора я знаю, это мисс Сервантес, так что ничего нового там не предвидится, будем опять слушать. Это вот этот, что ты пропустила, ну, не вернее, не пропустила, которые не стартанули в памяти. Да, учительница по музыке тоже классная, весь класс мы учили песенку, мы учили, как ее, как ее можно выражать, чтобы мимикой выражать, жестами, но петь я не буду, потому что я стесняюсь, но песенка слабая, вот, поэтому все было классно, все было весело, и, наверное, ну, если б не история, то этот семестр бы прошел бы вообще, просто песенку спели. Блин, сейчас я вам расскажу историю про Белочку, а мы уже в гараже, ладно, не буду вам рассказывать историю про Белочку. В следующем году. Ладно, быстро расскажу, история уже чаще. У нас в классе очень жарко, и поэтому учительница по музыке сказала, говорит, если, говорит, никого не будет, ну, типа, посмущать, давайте уйдем на улицу. Ну, мы, значит, сели в колледже на улице под деревом, такие, как бетонные, ну, блоки, но мы сидим, она там нам что-то рассказывает, что у нас, как нам будет хорошо в этом семестре, и тут она такая, говорит, ой, говорит, сейчас, говорит, что-то расскажу, говорит, впечатлительных, типа, прошу выйти из класса пока. И говорит, вы знаете, что было на прошлом семестре у меня, кто, говорится, научился, кто знает эту историю. Ну, там кто-то сказал, что, типа, я слышал ее, ну, типа, не был тут. Она вела еще один класс, тоже они выходили на улицу по причине того, что было очень жарко. И она говорит, я стою там, типа, рассказываю, 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 и только тут слышу такое. Говорит, и смотрю, все студенты такие. В общем, маленький бельчонок выпал из гнезда, и прямо после нее, она говорит, ну, что мне, говорит, я, говорит, взрослая женщина, я вообще выросла в Миннесоте, я, говорит, вы ее ногой откинула на траву, говорит, ну, это, говорит, райв цикл, типа, ничего тут такого нет. Ну, говорит, девочки, говорит, такие впечатлительные. Одна стала плакать, вторая, говорит, спрашивает, куда звонить, потому что. Так он не сомневался? Ну, я не знаю. Ну, в общем, она говорит, они решили, что они его заберут с собой и будут его, типа, лечить. Да, она говорит, я пыталась там всяческими силами вернуть внимание класса, но уже, говорит, не к всем было все равно, что там происходит. Она говорит, ну, немножко успокоились. Она, приехала ее мама, чтобы забрать ее с коробочкой. Ну, короче, забирают эту белочку, говорит, мы продолжаем это самое. И только слышу опять пум возле меня. Она говорит, я их распустила, думаю, спасайте, типа, кого хотите, я устала. Говорит, я развернулась и ушла оттуда. Она говорит, так, что если белочка упадет, говорит, прошу не отвлекаться. А в следующем влоге, Маришка, ты все-таки расскажешь, за кого тебя приняли вчера, на каком уроке? Вот это сейчас сказано, и будет, знаешь, как будто меня приняли за того, кого... За кого тебя приняли? Не, 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 на каком уроке? По работе... В свободная часть по работе с детками со специальными подрядами. Вот, короче, Маришка обязательно расскажет, за кого ее приняли. За кого меня только не принимали. И ты расскажешь, кто был на этом уроке, какие студенты. Просто чисто, вот, чтобы знать, кто учится. Да? Ну, да. Это будет такой маленький, тоже интересный будет. Все, всем пока. В общем, девочка у нас не падала, так что все прошло нормально. Зато коты такие жирные. Всем пока. Вы были на канале. У меня такая же... Давай, давай ты пока, и я пока. Наши звуки. Бай-бай. Субтитры сделал DimaTorzok